привет всем меня зовут Юлия вы находитесь на моем канале вязание это канал не только вязание обо всем что с этим связано и в одном из последних видео я демонстрировала вам свои готовые вязаные работы рассказывала чем я сейчас занимаюсь где работаю на всякий случай поставлю ссылку здесь наверху и в том видео я рассказываю что сейчас работаю в магазине пряжи многие из вас попросили рассказать о магазине где работаю чем занимаюсь и данное видео это рассказ именно о магазине показываю пряжу немножко обращаю внимание на цены какие-то и новинки или возможно классика жанра нашего вязального мира так что не отлучайтесь подписывайтесь на канал здесь много интересного мастер-классы обзоры рассказываю себе так что поехали смотреть магазин пряжи итак я направляюсь в магазин пряжи для города находимся в центре москвы такие интересные здесь клумбы это торговый центр гагаринский вот там справа за домом площадь имени гагарина сейчас зайдем покажу что внутри очень красивые современные здания вот так вот такая у нас витринка стоит манекен в витрине мы периодически переодеваем зовем ее маня манекен маня это я привет вот такой у нас интерьер очень красивый современное лофт пространство много-много очень много пряжи спицы здесь вывешены работы которые мы предлагаем мастер-классы описание и возможно даже свяжем на заказ вот такая вот красота вот там глубине видите даже есть второй этаж там наша небольшая кладовочка со складом вчера был была встреча с представителем спиц адди даже не с представителем а с настоящим поставщиком производителем один немецкая фамилия здесь у нас стоит проектор и вот на этой стене проецируется диафильмы если что-то необходимо презентации вчера было вкусно такие закусочки на смотрите как интересно вот они черные крекеры виноградик а вот там да это же самое интересное тоже это внутренний двоек этого современного дома туда никак не попасть только если через но ресепшн собственно если ты житель очень красивые милого такие них внутри клёны они за лето видите выросли такие длинные макушки просто стрелочки пустили я думаю потом обрежу чтобы они были шарообразной формы скоро наступит осень здесь будет очень красиво по-осеннему зашумела все это заработали конвекторы какая красота наша мечта кстати в этом доме живет дарья мороз к нам периодически приходит своим ребеночком с девочкой у нее девочка вяжет кстати говоря крючком куколок вяжет вот такой магазин и наверное про пряжу расскажу здесь сразу при входе у нас вертушка малобрига вот кстати моя шапка я даже ее примеряла в своем одном из видео я поставлю ссылку вязала из малобрига риос видите они бывают однотонные и вот такие пестрые здесь у меня одна пасма ушла я вязала достаточно плотно такая цена на пряжу это ручного окрашивания малобрига кто не знает изготавливается в перу уругвай вот так вот из этой я тоже вязала именно из лотоса это цвет называется лотос пряжа малобрига меча такая цена в основном вот эти малобрига чем они характерны тем что у них ручного окрашивания ручного придения это тоже все малобрига почему вся вешалка когда я повторила такая очень толстая пряжа есть из нее не вязала но у нас есть такие шапочки здесь где-то с вот малобрига не только шерсти делают но еще и вот это с шелком пряжа что еще вот такая достиерос с пухом альпака очень приятно ну конечно вы видите цены такие достаточно серьезные на эту пряжу смотрите как красиво бриошем выполнено это с шелком вот такая караколь есть тоже толстенькая видите она такой в обмотке это хэдж-хог хэдж-хог пряжа тоже ручного окрашивания такая розовенькая зеленая то что осталось пряжа хорошая малобрига мне нравится я из нее вязала неоднократно очень нежная классная встану вот с этой посвященной стороны вот такая у нас сиам в принципе я со много пряжей здесь познакомилась потому что все это можно потрогать посмотреть этот образец здесь по-моему 45 процентов шелка в этой пряже это сам артвит вот такая вот состав хлопок стоимость у нее 335 замоточек внизу хлопок с мериносом купила себе тоже такую пряжу очень хочу связать джемпер может быть кардиган это такая она полулетняя да здесь 60 процентов хлопка остальной меринос и як как я подозреваю исходя из опыта это будет очень износостойкая пряжа потому что як он прочности придает плюс шнур хлопки хлопок в шнуре в общем будет очень крутая это катя концепт як но это пряжа давно достаточно была произведена поэтому не знаю она сейчас есть на рынке ну больших цветовых гаммах или нет потом вот такой твит лария шерлок 70 процентов 70 процентов шерсти мне очень нравится вот такой седой прям очень нравится вот такой еще интересный образец кстати хорошо передает камеру цвет такой желтенький а вот эта стена это даша девушка даша в москве пряжа с картинки она или шапка в картинке сейчас вам покажу вот так она самостоятельно вручную красит пряжу здесь разные составы с люрексом смотрите такая кудрявая толстая вот с люрексом меринос кашемир в общем шерсть видите как все здорово и вот такие образецчики она навязала вот такая пряжа по стоимости ну вот здесь вот видно 1650 например вот потоньше посмотрим 1800 в каждой пастме 100-150 грамм вот этот свитер я вязала такие вот шарфики с ветерочками здесь у нас твиды ну вот если рассказать это в принципе такой стандартной толщины твид арте мерлин вот такие мы из них шапочки вязали для представления пряжи классный твид кстати в принципе я на него ориентируюсь на вот этот метраж 50 грамм 10 10 метров когда мне нужно что-то понять от виде размеров стоимость 475 рублей видите даже панамы из него вывязаны и очень красивый в жаккарде жаккард я конечно мало вижу потому что потому что очень тяжело его вязать усердие очень много требует такие носочки кстати из твида вот такой у нас целый стенд огромный спиц адди могу конечно наверное сделать обзор отдельно потому что наименований много это будет растянутое видео если буду про все рассказывать там был деревянный стенд это металлический причем они новель классические с удлиненным кончиком здесь у нас ади спицы для вязания носок видите там 5 наборные потом ади крэйзи трио спицы потом машинки для вязания шнуров это для ткачества у нас как корзинка знаете обычно на ярмарках корзинка с яблоками у нас корзина с пряжей это носочная пряжа носочная пряжа здесь аустерман степ здесь навязанные носочки цитрон в разных вариациях этот трекинг прикольная пряжа это у нас гидифра лана мио я кстати из этой пряжи вязала свитер детский очень хорошо вот цитрон трекинг это моточек из него 100 граммовый из него получается практически гольфы видите как огромный-огромный размер мужской и я думаю здесь не весь даже вырезан моток это стол распадаж все по 250 здесь вы видите да по 250 даже рован продается кстати вот мне нравится очень классно такой нежный здесь составе 92 процента хлопка и 5-8 процентов полиамида и кстати говоря что удобно здесь в магазине пряжи в этом практически каждый образец вывязывается вот из одного мотка то есть если вы видите с этим крошечный такой образец ну да это искусство если вы такой большой образец значит он был вырезан из целого моточка вот такие наборы ади у меня кстати есть тоже набор ади но здесь такого нет у меня укороченный ади в коричневом футляре это мало брига смотрите вот такие шарфики мы сделали мечита мало брига ну видите в товара много в принципе сложно сосредоточить внимание на чем-то одном вот тоже толстая пряжа на зиму огромное ее количество секционного окрашивания ровничной скрутки такая да с ворсом ровничной скрутки более такая гладкая цитрон тоже такие супер ультра неоновые цвета очень красиво лувли тоже цитрон я кстати про цитрон узнала честно говоря только здесь в Тиярне я особо не знакома была с этой пряжей оказывается такие крутые немцы которые делают классную пряжу очень высокого качества сиам тоскана это альпака с вискозой рован рован кокон очень-очень теплая шикарная шерсть вот здесь целый стенд с шелком вискозой такие красивые ячейки приятных так выдвигать ими пользоваться шелка сколько видите цена 885 но шелк что поделать вот такая мне нравится пряжа это бриллиант здесь вискоза с хлопком я из этой пряжи плела себе сумочку крючком она очень шелковистая на ощупь вот как имеет такую характеристику вискоза такая гладкая вот она тоже такая классная получилась здесь шелк это кашемир с шелком кстати говоря вы знаете чем отличается гребедой гребеной кашемир от кардного кардный кашемир он распушается это не потому что он такой пушистый замечательный а потому что кардный выполнен из остатков а гребеной из первого пострига в общем из хорошего длинного волокна книги журналы пуговицы тут у нас из мохера вчера просто была презентация мне кажется в этом интерес такая живая картина здесь все завешано вот изделиями примеряли девчонки вчера показывали демонстрировали нужно будет обратно развесить здесь из толстой пряжи стенд вот эта секция вот такая секционка смотрите мне очень нравится это причем magic более короткая секция вот такой образец magic иллари а это аркаболина иллари мне очень нравится это ровничная тоже скрутка видите какая секция красивая они такие все яркие такие все есть нежные вот в помутах две ниточки связано да вот две есть еще rainbow но rainbow мне меньше нравится чем аркаболина аркаболина круче но это иллари аркаболина а rainbow это сиам такие классические мериносы ровного окрашивания гладкого кстати мой жакет которому я все пытаюсь сделать хоть какое-то описание связано вот из этой пряжи кварца гранды феноменальная пряжа я ее просто без ума я вязала из классической кварца то есть тонкой да это 225 метров 50 граммах а жакет вязала из толстой вот так она выглядит в полотне в гладком изнаночная лицевая гладь стоимость у нее 450 замоточек девочки она того стоит она во первых теплая это меринос и она еще и шнурок это у нас меринос с шелком вот это сейчас скажу baby camel silk вот стоимость нее 825 но это натуральный шелк извините и она очень-очень нежная невероятно и теплая еще хочу рассказать про махер здесь у нас целая вот такая стена этого махера махера махер самый разнообразный итальянский немецкий на шелке на полиамиде вот это я вам показываю аустер манкет силк тегра де махер смотрите он переходами стоимость у него вот это тысяч 150 здесь 50 грамма точки и здесь в общем очень пушист очень мягкий махер я хочу в целом просто про махер рассказать что вы знаете так или иначе весь махер нежный есть конечно посушен он сразу идет из поля на полиамидной основе и здесь видимо сам махер ну как вот это волокно более как бы суровое конечно него цена гораздо приятнее чем у других по 373 замоточек это в 25 грамм да там было 50 грамм ну так вот если сравнивать из самых нежных то что я поняла это кейптаун от сиам итальянский производитель он кстати очень длинный по сравнению с другими 275 метров обычно махер идет ну где то вот если сравнивать силк 215 до 210 метров вот это тоньше не такой пушистый но самый-самый-самый мягкий вот если у нас кто-то очень такие чувствительные приходят покупательницы сразу рекомендуем его вот если по пушисте то например вот колорес сету он очень пушистый вот образец он здесь так завален достаточно но хороший пушистый махер тоже там рублей 700 он стоит красивая палитра обратите внимание то есть он очень правда хороший тоже натуральном шелке 225 метров и нить основы вот это ее вот если рядом сравнивать и вот у этой 275 ее прям видно что она разная может быть через камеру то не сильно передается но когда вы свяжете изделие вы точно это увидите и вот этот кейптаун он не очень пушист у него есть пух но он такой не ярко выраженный как по сравнению с другими очень мягкий рекомендую вот если хотите что такое вроде это вот немецкие производители достаточно тоже дорогие цитрон 735 за такой моток тоже очень пушистый на толстой основе идет он вот такой и причем пух у него знаете ложится такими вот такой приплюснутый то есть он не пушится вот дыбом а вот такой сплюснутый вот еще клауд твит сиам кстати обратите внимание хорошая пряжа правда сейчас покажу образец смотрите как он красиво ложится в полотне вот так классно я все мечтаю что-то из него связать может быть какой-то кардиган но свитер тоже хорош очень теплый я боюсь что в свитере мне будет очень жарко вот такие натуральные у него цвета если будете искать ну вот клауд вид сиам вот такие у него красивые вот такой хвойно-зеленый с красным здесь он каким-то серым выглядит вот это у нас подмесы к махеру кстати смотрите вот на машинке если вы будете вязать разных цветов здесь зеленый махер и черный меринос тоненький получается вот такой полосатый штрихами да вот такие полоски причем это просто машинка так берет полотно руками получится более равномерный меланж вот это гидейфрософию я кстати взяла для детской шапочки подмешивала к мериносу очень мягкий но это не махер это альпака и чем альпака вот такая вроде вспушная да она отличается видите у нее какой пух такими кучечками облачками такими не равномерные а вот такими ну видно да склокоченные как будто бы вот а это у нас меринос такой лежит тоненький тоже как вот здесь то есть предложение для подмеса к махеру то есть тоже вот учтите что очень классно подмешивать к махеру вот такой меринос а еще можно хлопок подмешать чтобы не было сильно жарко вот какой-то классический батерфляй сиамовский нежный мягкий хлопок тоненький ну вот вдохновляйтесь вот такой у нас магазин не буду про него очень много долго рассказывать занудно чтобы не было видео затянутым если у вас какие-то особые вопросы вы задавайте мне в комментариях я отвечу может быть по пряжи может быть по спицам действительно может быть для спиц отдельное видео выделить чтобы что-то рассказать обзор на более интересное по какой-то отдельно пряжи могу сделать сюжет пишите комментарии а так вот такая экскурсия здесь я работаю не знаю как бы долго буду работать в магазине пряжи но знаете я сюда пришла временно но нет ничего более постоянного чем временное жизнь покажет